ОДН – головная боль горожан и чиновников. В четверг эта тема стала предметом обсуждения Комитета по городскому хозяйству Ивановской думы. Три кита, на которых держится завышенный показатель ОДН. Это несвоевременная подача жителями данных о расходе ресурсов, хищение при помощи магнитов и прочих народных изобретений и расхождение числа официально зарегистрированных в доме жильцов с количеством реально проживающих. Но как бороться с этими факторами? Начальник управления ЖКХ отвечает – выход только один. Чтобы не платить за других, жильцы дома сами должны проявить сознательность. Есть и положительные результаты, и эти положительные результаты зачастую встречаются в квартирных домах, либо ЖСК, либо товарища собственника жилья, где председатели и сами граждане настолько консолидированы, что снимают показания в один день, отправляют показания, не то что даже оплачивают, а отправляют показания в один день. Там мы наблюдали даже не ОДН, а даже ОДН с плюсовым знаком. Его нет. Он не минимален, но он отрицательный, этот ОДН. Это там, где конкретно люди следят, конкретно проводят детальную работу по оснащению индивидуальной приборами чёта, ОДПУ, своевременным снятием показаний, передачей показаний, борьба с хищением. Пока победить ОДН получается только в отдельных случаях. Системного решения этой проблемы нет. Но, к счастью, и сама проблема системной пока не стала. Какой-то общей прививки, как нам сказали, укола от этой проблемы не существует. Чаще всего и больше всего будут действовать индивидуально. Но, тем не менее, наши сетевые организации, поскольку им право дано, они должны, безусловно, ускорить процесс установки и индивидуальных приборов учёта, особенно это касается холодной горячей воды. Оснащение индивидуальными приборами учёта сейчас идёт по плану. Пседомовые приборы учёта на горячую воду установлены в половине многоквартирных домов областного центра. Индивидуальные более чем в 60% квартир. С холодной водой показатели ещё лучше. В конечном счёте, именно к этому сводится борьба с излишками ОДН. Ведь, чтобы не платить за соседа, нужно, чтобы и у соседа тоже был счётчик. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.